Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по посланию святого апостола Павла к Ефесянам. И сегодня мы читаем четвертую главу. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы призваны, к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Апостол говорит, и так я узник в Господе, умоляю вас. Апостол пишет это письмо из уз, из тюрьмы, и он умоляет Ефесян поступать определенным образом, как достойно звания, в которое вы призваны. И здесь видно, на чем вообще строится христианская этика. Вот есть этика, которая исходит из ожидания награды или наказания. Что если ты будешь вести себя хорошо, ты получишь награду, если ты будешь вести себя плохо, ты будешь наказан, поэтому давай ты поступай хорошо. И это этика, которая, конечно, мы постоянно ее наблюдаем в мире, там, если ты будешь работать плохо, то тебя лишат премии, если ты будешь работать хорошо, то наоборот, ты будешь на хорошем счету, тебя будут продвигать, у тебя будет зарплата расти и так далее. Но есть другой немножко тип мотивации. Это поведение, которое исходит из идентичности человека, когда, например, отпрыск аристократического рода, он понимает, что он не может трусить или лгать, или вести себя бесчестно, потому что он наследник этого рода. За ним стоят поколения его предков. Поколения моих предков служили государю, как теперь я могу совершить предательство? Или поколения моих предков усердно были усердны на службе, как я теперь могу лениться? Или я там аристократ, как я могу быть там, группы невежлив хотя бы? То есть есть поведение, которое вытекает из сознания человеком своей идентичности. И вот апостол нам в предыдущих главах рассказал, кто мы такие теперь по дару крещения, в силу нашей принадлежности к церкви и каким званием мы обладаем. Мы гораздо больше, чем родовая аристократия. Мы чадо Божие, мы принадлежим Иисусу Христу, мы наследники царства. Мы обладаем этим высочайшим званием. И апостол говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Мы можем вернуться к этому примеру с бродягой, с беспризорником, которого усыновил царь. Конечно, у него есть еще масса привычек беспризорника. Он разговаривает как беспризорник, и понятно, что это совсем не придворный язык. Он ведет себя как беспризорник. Он тащит, что плохо лежит. Он шутит глупые шутки и так далее. И его теперь, его новый отец, царь увещевает. Поступай достойно звания. Ты теперь наследный принц. И апостол говорит, в чем-то должно проявляться. Со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Мир, в котором мы живем, есть мир острого соперничества, где люди ищут превознестись друг над другом. И бывает так, что в нормальной цивилизованной атмосфере это соперничество как-то смягчается. То есть человек пытается выбиться, конечно, на первое место, пытается отъяснить других, но как-то по правилам. В ситуациях, где нравы хуже, это может быть в тюрьме, например. Вот эта борьба, вот это соперничество за то, кто главный, кто будет командовать, она может приобретать очень откровенный и грубый характер. Но вообще принцип, действующий в этом мире, каждый стремится превознестись. Каждый стремится поставить себя над другим. Апостол говорит, что в церкви должно быть наоборот. Со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Мы, как падшие существа, мы склонны реагировать на поведение других, которые нам не нравятся, с раздражением, гневом, яростью и осуждением. Мы сразу хотим отметить какой-то человек плохой и как он заслуживает нашего осуждения и гнева. Но апостол говорит, наоборот надо поступать. Со всяким смиренно мудрым и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Стараясь сохранять единство духов в союзе мира. Этот дух соперничества, дух превознесения, он, конечно же, разрушает любое человеческое общение. Любые человеческие собрания, они разваливаются из-за того, что люди начинают выяснять, кто главный, кто кого обидел, кто кого не почтил, кто кому не воздал почестей. И много раз люди, которые отходили от христианской веры, пытались создать некие общины, которые выполняли бы социальную роль церкви, но без веры. То есть, помогали друг другу, помогали и внешним людям, находили какое-то общение, какое-то взаимное утешение. И ничего не получалось, все разваливалось. Не получилось создать ни разу в жизни Святской Церкви. Почему? Потому что люди – существа конфликтные. Люди начинают выяснять отношения очень быстро. И для того, чтобы это преодолеть, нужна Божья Богодать. И апостол нас наставляет поступать по этой Божьей Богодатью. Со всяким смиренно мудрым кротостью и долготерпением снисходить друг от друга любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Христиане должны стремиться сохранять единство. И это нелегкая задача. Мы все разные люди. У всех нас может быть разное происхождение, разная национальность, разные привычки, разные пристрастия. И люди всегда склонны ссориться между собой по самым разным поводам. Иногда такими, которые могут показаться абсолютно нелепыми. Я как-то наблюдал яростную, гневную перепалку между человеком, который предпочитает компьютер фирмы Apple и человеком, который предпочитает Windows. И, казалось бы, ну какая разница, кому что больше нравится. Но они яростно переругались по этому поводу, потому что люди могут переругаться по самым нелепым поводам. И апостол нас от этого удерживает. Он говорит, мы должны сохранять единство, поскольку самое важное – это единство во Христе. Да, мне могут быть там, не нравятся политические симпатии, художественные вкусы человека, который рядом со мной стоит на литургии, но он мой брат во Христе. Я должен сохранять единство. И иногда, наверное, мне, может быть, стоит и помолчать о каких-то моих пристрастиях, вкусах, предпочтениях или богословских даже точках зрения для того, чтобы сохранять это единство. Одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. То есть залог нашего единства – это то, что у нас один Господь, у нас один Бог. Мы все трудимся на одного повелителя, одного водыку. Мы все имеем жизнь благодаря одному – Иисусу Христу. Далее апостол говорит о церкви, о служении в церкви. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошед, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Несшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по указству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. О чем здесь говорит апостол? Он говорит о том, что каждому из нас дана богодать. И вошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам. Это образ из псалма, образ победителя, который нанес поражение врагам, который взял добычу и разделил эту добычу между своими сторонниками, дал дары человекам. Христос одержал победу и дал нам дары. И эти духовные дары нам даны на созидание тела церкви. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. То есть в теле церкви каждый человек имеет от Бога свой дар что-то делать. Одни люди поставлены епископами и священниками. Другие люди поставлены, скажем, преподавателями в воскресных школах. Третьи люди поставлены служить больным и бедным, совершать служение и милосердие. Еще какие-то люди поставлены решать какие-то хозяйственные вопросы, следить за тем, чтобы в храме было отопление, чтобы все, что должно быть отремонтировано, вовремя ремонтировалось. У всех людей есть свое призвание. И оно касается не только пребывания христианина в церкви, оно касается его профессиональной деятельности, оно касается его жизни в семье. Мы имеем дары от Бога, чтобы исполнять наши повседневные дела так, как это прилично, так, как это должно христианам. То есть можно по-разному выполнять самую простую работу. Человек, который убирает снег во дворе, может выполнять работу, потому что ему так сказали, и он хочет получить свою зарплату. Ему начальство приказало, он это делает. Но он может иметь другой мотив. Он может думать о том, что он служит людям, которые здесь ходят, и что он с любовью делает что-то для других людей. И мы понимаем, что работа будет совершаться при этом несколько по-разному. И так любое дело, которое человек делает, он может совершать по разным мотивам. И христианин всегда исполняет свою работу, свою простую обычную работу из любви. Он это делает ради людей. Продает ли он хлеб в магазине, развозит ли он этот хлеб по булочным, трудится ли он на заводе. Он трудится ради своих ближних, ради того, чтобы проявить любовь к ним и угодить Богу. Но прежде всего, конечно, духовные дары, они даются на созидание тела церкви. В чем один из признаков истинной христианской духовности, она всегда работает на созидание церкви. Духовные дары, они за этим даются. Есть очень много разговоров о духовности, есть даже такая шуточная песенка «Ох, нехило быть духовным». Или, как сказал другой поэт, «Духовные люди – особые люди». Но очень много, мы знаем, существует духовных подделок и существует очень много претензий на духовность, которая на самом деле является ложной, фальшивой. Как понять, как это определить? Подлинные духовные дары даются нам на созидание тела церкви. Если человек разрушает тело церкви, если он сеет какие-то расколы, конфликты, какие-то претензии у него постоянно ко всем, какие-то он создает постоянно смуты, и это не признак духовности, это признак просто того, что у человека тяжелый характер, который он пытается выдать за что-то духовное. И против подобного рода людей апостолы предостерегают, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, паукавству человеков по хитрому искусству обольщения. Всяким ветром учения, как и в наше время, во времена апостола Павла, мир был полон уже учений, был полон всяких обольщений. И эти уже учения, они, почему их сразу видно, они человека ищут отторгнуть от церкви, они ищут разрушить церковь, они ищут привести человека в несогласие с церковью. И апостол говорит, что когда мы пребываем в любви, когда мы отрудимся вместе, когда мы созидаем церковь, мы не будем увлечены этими лукавыми учениями. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. И апостол еще раз нам указывает на то, что Христос неразрывно связан со своим телом, церковью, которая созидает себя в любви. Быть во Христе, быть в общении со Христом, значит быть в общении с церковью. Любить Христа, значит любить церковь. Трудиться ради Христа, значит трудиться ради церкви. И далее апостол продолжает. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помращены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинного Иисуса, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновляться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Апостол заклинает нас не поступать так, как поступают прочие народы, то есть язычники, народы имеются в виду именно язычники, потому что Библия говорит о народе Божьем и противопоставляет его язычникам. Церковь – это Божий народ, вокруг его язычники. И вот апостол говорит «не поступайте, как прочие народы, не поступайте, как язычники». Они, будучи помрачены в разуме, очуждены от жизни Божьей, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. И мы это видим вокруг себя. Мы это видим, как постоянно мы сталкиваемся с всяким провозглашением разврата, причем часто таким горделивым, как человек не просто у него какой-то такой стыдный несчастный порог, а наоборот подается как что-то такое, что требует даже восхваления. И мы знаем, что мы постоянно сталкиваемся с рекламой, с коммерческой эксплуатацией человеческих страстей. И это все нас подталкивает к тому, чтобы вести себя, как прочие народы. И апостол говорит «нет, не ведите себя, как прочие народы». Апостол призывает нас в этом отношении повиноваться Богу и хранить святость брака, и удаляться от разного рода разврата, которого во внешнем мире люди делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Мы другие. У нас совершенно другая идентичность. Мы должны отложить прежний образ ветхого человека, который сливает в обольстительных похотях, то есть в обманчивых желаниях, а обновиться, стать другими. И апостол продолжает «посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте вместо дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло богадать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И апостол говорит, как мы должны вести себя как христиане. Мы должны удаляться от распутства, от нечистоты. Мы должны удаляться от лжи. Мы должны удаляться от нечестности, от гнева и от сквернословия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Мы запечатлены Святым Духом. В нас и с нами пребывает Святой Дух. И грех, какие-то злоречия, ярость, раздражение, это оскорбляет Святого Духа. И мы должны отказаться от этого. Мы должны от этого удалиться. И апостол призывает нас это все отложить. Всякое раздражение, ярость и гнев. И это очень актуально, очень важно, потому что, вот если посмотреть преобладающие эмоции в социальных сетях, это как раз ярость и гнев. Причем ярость и гнев, которые люди считают совершенно оправданными. Ведь они гневаются на каких-то очень плохих людей. И у них такое чувство, что они, гневаясь на плохих людей и ругая их всякими словами в сетях, ну, тех людей, которых они считают плохими, соответственно, у всех разный набор злодеев, что они этим противостоят злу, борются за добро. И поэтому люди считают себя вправе очень сильно кипятиться. Апостол говорит, нет, если мы христиане, мы должны, то всякое зворечие со всякой злобой, да, будет и длинная от вас. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. То есть апостол призывает нас прощать даже какие-то серьезные обиды. Потому что очень часто люди не прощают друг другу не просто обиды, а расхождение во мнении. Человеку, не знаю, не понравился фильм, который мне понравился. Или он там поддержал политика, которого я не поддержал. Или еще какие-то абсолютно пустые вещи, из-за которых люди друг на друга страшно злобствуют. Ну, хорошо, если я считаю, что этот человек не прав, ну, простите его, как Бог во Христе простил нас. Как Бог во Христе простил нас? Щедро, полностью, с огромной любовью. Бог терпит наши недостатки, Бог покрывает их своей богодатью. И мы должны, помня об этом, такое же отношение проявлять друг ко другу. И апостол продолжает наставление о христианской жизни в пятой главе. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!